Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Дорогие мои девочки, мои зрительницы, мои подписчицы, я вас поздравляю с 8 марта и желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, любви, успехов, долгих лет жизни и, конечно же, мирного неба над головой. И пусть ваши самые сокровенные мечты всегда сбываются, но сегодня я выкладываю ролик-ответку казачки-кобздячки, да. Моим зрителям, которые не могут такое смотреть, сразу же говорю, просьба не смотреть. Хотя, вы знаете, в прошлый раз смотрели мои все дорогие девчонки, абсолютно все, а вот со стенаниями и пытаясь меня пристыдить, прибегали на мой канал защитницы вот этих вот, в кавычках, патриоток-поберушек. Они, папирушки, вообще просто конкретные. Я сегодня вам такое расскажу про казачку, ребят, это что-то с чем-то. Казачка буквально сама себе вырла яму, это вообще. Я никогда не думала, что она такое скажет, но она просто опустилась ниже дна. Смотрите до конца. Так вот, вы знаете, вот эти вот все прибегающие защитницы, вот этих вот, в кавычках, патриоток, бесцензурной балаболки, кизячки, кабзячки Вафлюевой. Кстати, я не знала, что Вафлюева это фамилия Строгая, ребят. Я думала, это какая-то обидная кличка. Оказывается, это реальная фамилия Дианки Строгой, Вафлюева. Я согласна, подходит себе Дианка, просто подходит. Так вот, их всех я заблочила, вот этих вот защитниц, вот этих вот дам. Вы знаете, им просто нечего делать на моем канале. И еще хочу раз и навсегда им напомнить, прошу прощения, да, это моя любимая кошечка, которой 21 год, да. Мы любим своих животных, и они вот у нас такие долгожители. Так вот, еще раз хочу напомнить всем. Эту грязь начали они. Когда они неделю успешно, успешно, друзья мои, травили семью, моей подруги, прекрасного блогера, правдивой Ольги, тружеников с Украины, да, они думали, им это сойдет с рук. Нет, все-таки не сойдет. Теперь будете слушать правду матку о себе. Ну, ту правду матку, которую вам боятся сказать другие люди в лицо. Я не боюсь. И вы, а также ваши вот эти вот обожатели, адепты, орущие, что жители Украины, это все, все фашисты и нацисты. Да, именно так говорит Вафлюева вот эта строгая, кобзячка, бесцензурная дрянь, рожа, а также все остальные. Так вот, я хочу вам сказать, нацисты – это те, кто ставит свою нацию выше других. Это те, кто делит людей по национальному признаку. Запомните раз и навсегда. Есть только две нации – люди и нелюди. И самую главную войну – рожа, кобзячка, строгая Вафлюева, а также бесцензурная дрянь – самую главную войну, самую главную битву в своей жизни быть человеком вы уже проиграли. Вы просто нелюди. Вы проиграли, когда стали разжигать межнациональную рознь. Вы проиграли, когда стали призывать к войне и кричать, что все украинцы – это фашисты. Да, именно так говорили они. А ваши ведроголовые, которые как тараканы забегали по моему каналу с призывами «Молчи!» И не открывай свой рот, я хочу сказать. Вот когда вас и ваши семьи будут называть нацистами, тогда вы можете глотать, молчать, сосать, делать все, что угодно. Мне абсолютно плевать. А мне не надо указывать. Ни одна дрянь, ни одна из этих поберушек, ни одна из них вышеперечисленных, которые клянчат донаты, не будут мне, друзья мои, меня и мою семью называть нацистами. Только за то, что я заступилась за свою подругу с Украины. Никогда вы, сволочи, больше этого делать не будете. Мои бабушка и дедушка с Украины воевали в Великую Отечественную войну. Мой дедушка с Украины ушел на фронт, когда ему только-только исполнилось 17 за ваши шкуры же. И ни одна из вас больше не раскроет свою пасть в адрес меня, это точно. Раскроете, уже будете конкретно отвечать на Ютубе своими каналами. Я вам просто обещаю. Лафа закончилась. Да, лафа закончилась. Кстати, той обзорщице, обзорщице-позорщице, которая бегала по каналу моему и по каналу правдивой Ольги, некой Елена А, обзоры Елена А, которая два слова связать не в состоянии. Я хочу тебе шкура сказать. Так вот, что я тебе шкура хочу сказать? Прочти правила сообщества Ютуба. Я, конечно, понимаю, что ты дурко, но все же. Если блогер со своего канала призывает отписываться от блогеров других, это грозит ему сносом канала, страйками и так далее. Так вот, твой комментарий, в котором ты призываешь отписываться и от меня, и от Оли правдивой только за то, что Оля живет на Украине, твой комментарий я заскринила. Еще раз ты вякнешь, и все это пойдет в администрацию Ютуба. Я еще раз хочу напомнить, бесцензурная балаболка, вот это просто балабольщица. А также вот эти вот Елены А, вот эти вот просто шкуры конченые, они бегали и пиарились по нашим сильным каналам. Да, да. Ну, а теперь, видите, оказывается, они стали сильными. Ну, в общем, в принципе, все понятно. Грязь, грязь и еще раз грязь. Я понимаю, что они захотели все избавиться от двух сильных обзорщиц. И тем образом, вот которые сейчас, обзорщицы, кстати, выжидают и молчат, а до этого ходили и писали комментарии и на моем, и на Олином канале, ну, были те, которые писали это постоянно. Вот каждый раз. Я не говорю про тех, кто только сейчас из девчонок появился на моем канале. Спасибо вам, да. Так вот, я хочу сказать тем обзорщицам, которые писали раньше на моем и на Олином канале все время. Я хочу вам сказать, можете молчать дальше. Вот дальше вас эта шайка, лейка, уберет просто одному, по одному. Но это будут уже ваши проблемы и ваши трудности. И, конечно же, мы за вас заступаться не будем, естественно. Потому что вы промолчали. Молчать в такой ситуации нельзя. Я понимаю, что вы боитесь потерять зрителя. Но сейчас, когда Ютуб может накрыться бедным тазом, завтра или послезавтра в данной ситуации молчать, это очень глупо. Но, опять же, это ваши трудности. Вы показали свою позицию. Моя хата с краю. Ничего не знаю. Ну, в общем, да. Как-то так. Вы показали, в принципе, свое лицо. Поэтому просьба тех, кто ко мне не приходил за эти дни, ко мне приходило несколько обзорщиц за эти дни, которые высказали свою позицию, которые показали, что они со мной. Всех остальных, ну, если вы молчите и засунули свои языки куда-то подальше, просьба на мой канал больше не заходить. Вам здесь больше делать нечего. Потому что, когда случаются действительно какие-то проблемы, вы остаетесь в стороне. Ну, оставайтесь. В следующий раз, когда вы будете, будут бить по вам, никто из нас, конечно же, за вас заступаться в том числе не будет. Так вот, еще раз. Те, кто мне пишут, что я рву за правдивую, запомните раз и навсегда. В отличие от тех шкур, я знаю, что я человек. И я за свою подругу буду их рвать, просто рвать. Дружбу никто не отменял. А вы, да, вот эти вот зрители, думаете, что будут кто-то, будет молчать. И вот эти вот товарищи думают, что мы будем молчать. Нет, все-таки не будем. Я не из тех, кто подставляет вторую щеку. А вы так удивились, да? И молчать мы тоже не будем. Ну, а теперь, друзья мои, переходим к самому интересному. К Танюхе Казачке. Она же Кобздячка. Кобздячка, ты вообще вчера просто сделала мой день. У меня вчера был выходной. О чем я сообщила еще позавчера, что у меня завтра будет выходной. Но, но, мне написали, Галь, срочно на ее стрим. Она обосралась. Кобздячка, ты молодец. Ты обосралась конкретно. Ты та, которая кричит про Лельку-поберуху. Лелька, здесь вообще просто аленький цветочек по сравнению с тобой. Так вот, друзья мои, вы знаете, Кобздячка, наша в кавычках патриотка, вчера выползла на свой стрим. Да, друзья мои, настроения у Кобздячки нет. Она вся с лица уже спала. До этого она орала, что санкции нам не страшны. Ну, вот вы знаете, почему-то эти санкции она решила, вы знаете, финансовые свои потери, переложить на плечи своих же зрителей. То есть, она кричащая, что санкции ей не страшны, почему-то считает, что санкции коснулись только ее и таких же шкур, как и она. Да, да. Ей плевать на своих зрителей, которых также коснулись эти санкции. Так вот, вчера Кобздячка на своем стриме сказала, что те, кто ей не донатят, это халявщики, друзья мои. Ау, зрители Кобздячки. Коих 26 тысяч зрителей за 5 лет. Молодец, Кобздячка. У меня за полтора года 14 тысяч, а у тебя за 5 лет 26 тысяч зрителей. Так вот, друзья мои, еще раз скажу для тех, кто с ведрами на голове. Казачка сказала вчера на своем стриме, что те, кто ей не донатят, это халявщики. Ау, халявщики, они же зрители Кобздячки, казачки. Вы все 26 тысяч зрителей халявщики. Об этом сказала ваша же, ваша же вот эта вот любимая женщина. Запомните, вас так назвала Танька-казачка, которая жила семьей за счет Ютуба и никогда, кстати, это не скрывала. Вы знаете, вот эти вот все сказочки про 6 коров оставьте при себе. Ее коровы, кстати, малоудойные. Хоть стримы-то ее посмотрите. Казачка сама говорит, что ее коровы малоудойные. Она в этом признавалась сама, а вы даже стримы ее не смотрите. Вот я все-таки, знаете, смотрю, да. Кстати, по 10 литров они в день дающие, вот эти коровы, это просто ни о чем. А если еще и кормит селят по 6 литров в день, то ей вообще ничего не остается. Она сказала, что она живет всей семьей за счет Ютуба. Но, друзья мои, что я хочу сказать. Это же какой надо быть дурой, чтобы на своем стриме просто психануть, выйти из себя и сказать, что те, кто мне не донатят, это халявщики. Танюх, поздравляю тебя с 8 марта. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Да, так вот. Танюх, поздравляю. Поздравляю также Танькиных хомяков. Вы теперь Танькой обозваны халявщиками. Молодцы. Ну, я вижу, что вы сидите там, вы кричащие, что у поберухи ведроголовые. Вы еще более ведроголовые. Вас обозвали, обосрали халявщиками тем, кто не донатит Таньки-казачки. Еще раз я хочу напомнить, нам зарплату платит Ютуб. Ну, вот попрошайки в виде Таньки, в виде строгой, в виде, да, вафлюевой, простите, я забываю все время, что это ее реальная фамилия. Так вот, в виде вот этих всяких рож, я просто хочу сказать, что это просто попрошайки, которые окрестили себя патриотками. Так вот, я хочу напомнить, что патриотизм, он не продается. Патриот – это человек, который любит, в первую очередь, о свой народ. Но эти поберушки плевать хотели на народ, а они на своих прямых эфирах орут. Если вы не донатите, то вы халявщики. Ребят, так орала Леля-поберуха. А вот теперь так орет Танюха-кобзячка. Да, друзья мои, вы знаете, вот честно, я хочу сказать, чем Кобзячка отличается от поберухи. Но здесь даже поберуха выглядит более достойно. А знаете почему? Потому что у нее хотя бы 10 детей, а у Кобзячки один подросток. Но остальные у нее уже совершеннолетние, поэтому ничего на них, как говорится, смотреть. Так вот, запомните, патриотизм не продается. Это не шкурный интерес. А такие, как Кобзячка, в Великую Отечественную точно были под полицаями. Да, друзья мои, вот 100%, как говорится, гадалки не ходи. Еще, знаете, Танька на своих стримах не раз признавалась, что если она не хочет смотреть там поберуху или еще кого бы то ни было из блогеров, она просто заходит ко мне, да, у нее было много таких стримов, где она об этом рассказывала. Она заходит ко мне и у меня слушает всю информацию. Да, друзья мои, представляете? То есть вот просто вместо того, чтобы слушать источники, да, она заходила на мой канал и слушала всю информацию от меня. То есть, по сути, конечно же, что сидеть там, слушать двухчасовой стрим? Проще зайти к Галинке-малинке и узнать всю эту информацию, перекрутить ее всю в свою сторону. Об этом Казачка не раз, кстати, говорила на своих стримах. Так вот, друзья мои, я, кстати, в разы больше зарабатывала, чем Казачка. И сейчас я потеряла. Но, вы знаете, я, я, я ни разу не сказала, в отличие от Казачки, что давайте сейчас заходите, я выставляю донат и так далее. Вы знаете, Казачка не раз признавалась, что она живет за счет Ютуба, друзья мои. И что я хочу сказать? Вы знаете, я не раз говорила о том, что я не живу за счет Ютуба, но мне, конечно же, жаль ту зарплату, которую я потеряла. Но, ребят, я настолько рада. Я готова пожертвовать вот этой своей зарплатой, потому что она для меня вообще абсолютно ничего не стоит. Так вот, я готова ею пожертвовать. Я очень счастлива. Я очень рада, что такие поберушки, как Казачка, строгая, потеряли все свои деньги, а также вот эти вот рожи, да. Вот просто вы орали, что вам плевать, что вы такие крутые. Казачка орала, что она побежит на заправку, даже не думая о своем возрасте. Ребят, меня это тогда так удивило, потому что на заправке обычно идут, ну, девчонки лет 35-40 максимум, да. И вот хочется сказать Кобзячке, чего же ты сидишь на стримах и требуешь со своих зрителей, у которых жопа, везде ценники выросли. Чего же ты сидишь такая сильная, смелая, умелая и требуешь со своих зрителей, чтобы они платили тебе донаты, иначе они халявщики. Ребят, патриоты, да. Патриоты – это те люди, которые любят свою землю, которые любят свой народ бесплатно, а не требуют донаты. Это действительно смешно. Кто мог поверить с таким женщинам? Да только те, которые такие же сами по натуре. Это действительно смешно. И вы знаете, в конце своего вот этого, так скажем, повествования, я хочу сказать, даже если сегодня-завтра закроется Ютуб, я могу сказать точно, я благодарна Ютубу. Вы знаете, за что? За то, что я на Ютубе нашла своих друзей, тех людей, которых бы я никогда не нашла в реальной жизни, потому что все они живут от меня далеко, но это те люди, которые всегда, при любой ситуации, предлагали мне свою помощь, любую абсолютно, поддержку, финансовую и так далее. Я не из тех людей, которые будут обращаться за финансовой помощью, не из тех людей, но я настолько благодарна, благодарна своей Наташке из Баварии, которая сейчас вывозит, вывозит просто автобусами беженцев с Украины. Я настолько благодарна своей лорке-сибирячке, своей дорогой подруге, которая сейчас живет в Америке, вот просто абсолютно за все. Я настолько благодарна своей Оле из Турции, которая настолько умница, она всегда умеет найти какой-то смысл абсолютно во всем. Она настолько умная, что вот просто, вот действительно поражаешься. Я настолько благодарна своей Анке из Финляндии, которая тоже умница и всегда на все вопросы знает ответы. Анют, огромный тебе привет, спасибо тебе за все, вот абсолютно за все. Но я настолько благодарна своей правдивой Ольге, своей подруге, которая стала мне не только подругой, а и моей сестрой, вот действительно сестрой, вот тем человеком, который со мной 24 на 7, и который знает обо мне абсолютно все. Все моменты, когда мне было плохо, хорошо и так далее, я выходила с улыбкой к своему зрителю, Оля всегда меня поддерживала. И я настолько рада, что этот Ютуб дал мне не только, когда я зарабатывала, да, прекрасные деньги. Сейчас этих денег даже близко нет, но дело не в этом. Я благодарна Ютубу, благодарна за то, что он дал мне таких подруг, таких друзей, которые всегда в любой ситуации мне говорили, Галя, мы с тобой, давай, мы там помощь, здесь помощь. Ребят, это настолько дорогого стоит. Это не шкурные интересы казачки, строгой, все остальные, вот эти вот шушеры, которые хайпуют сейчас на теме войны, которые сейчас просто хайпуют, хайпуют и еще раз хайпуют, понимаете, пытаясь, так скажем, сыграть на патриотизме. Но я еще раз вам хочу напомнить, патриотизм это бесплатно, это любовь к своей земле, это любовь к своему народу. Еще раз хочу это напомнить, это не когда ты села на стрим, крича до этого, что санкции тебе не страшны, как это сделала казачка, а сейчас-то эти санкции, которые бабахнули по твоему карману финансово, потому что мы все видели прекрасно, что ценники у нас в магазинах просто взлетели. Ребят, это только начало. Так вот, это те, которые орали, что санкции не страшны, а сейчас она орет на стриме о том, что если вы мне не донатите на стриме, значит, вы халявщики. Это насколько ж надо себя не уважать ее зрителям, которые все это проглотили, пошли дальше смотреть ее стрим. Боже, вы себя не уважаете. Вы действительно себя не уважаете, поэтому вот как-то так, ребят, вот так и живем, как говорится, вы понимаете? Кто себя уважает, тот никогда бы больше не зашел на ее стрим. Просто никогда, потому что это позорище, когда баба получает зарплату, как и мы с Ютуба. Вот у правдивой Ольги сейчас просто жопа, но Ольга никогда в жизни не попросит никакой финансовой помощи, хотя люди ей предлагают. А вот такие, как Кобзячка и Рожа, будут и строгая, будут орать, дайте, дайте, подайте, но при всем при этом они считают себя патриотками. Это позор, реально, это позор. Они все время напоминают про Великую Отечественную войну, так вот я еще раз вам хочу сказать. В Великую Отечественную войну люди работали, вкалывали, строили забесплатно. Люди не спали ночи, работали в две, в три смены. Люди делились последним куском хлеба с соседом и с теми, кто нуждался. Люди никогда не требовали денег взамен. Поэтому мы тогда создали абсолютно все. Поэтому наши деды и прадеды выиграли тогда ту войну. Но если бы такие патриотки, в кавычках, как вы, шкурницы, были бы тогда, то вы бы нас просто всех продали, продали, как вы это делаете сейчас, крича, что мы патриотки, мы за патриотизм и при этом крича, что те, кто нам не донатят, это халявщики. Позор. Позор таким благерицам, которые считают, что они лучше других, которые кричат о том, что нация, страна украинцев, это нацисты. Позор вам. Еще раз позор. Продолжение следует...